Многодетным семьям в Московской области больше не придется выставить огромную очередь и собирать многочисленные справки, чтобы добиться положенных льгот, говорится в сообщении на официальной странице Андрея Воробьева ВКонтакте. С 1 июня мы вводим новую услугу для многодетных. При подаче в МФЦ заявления на получение свидетельства о рождении третьего ребенка будут автоматически оформляться сразу все положенные семье льготы. Родителям не придется отстаивать очереди и собирать одну справку за другой. Достаточно прийти в МФЦ и оформив одно заявление получить полный пакет льгот, написал глава региона на своей странице в соцсети. 22 марта в поселке Дубровский состоялся отчет от администрации сельского поселения Булатниковская перед населением о работе за 2015 год. В своем выступлении глава поселения отметил успехи в социально-экономическом развитии в прошлом году и обозначил проблемы, которые предстоит решать в текущем. В рамках отчетного собрания глава Ленинского района Олег Хромов, представители органов местного самоправления поселения ответили на вопросы граждан. Основными темами обсуждения стали состояние дорог, инженерные коммуникации сельских населенных пунктов и благоустройство. Завершил свою работу выездной лагерь молодежного актива в поселке Дубровский. В рамках молодежного лагеря прошли интеллектуальные деловые иры, тренинги, самопрезентации, командные состязания и конкурсы. Его участники представили ряд замечательных проектов. Как отметил глава района Олег Хромов, три из них будут взяты в реализацию уже в этом году с участием молодежного актива. Это литературно-исторический квест, день молодежи, жизнь, кино и концепция молодежного совета при главе Ленинского района. 24 марта на телеканале Видное ТВ состоится прямой эфир с начальником управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского муниципального района Моисеем Шамаиловым. Тема эфира – культура, спорт, молодежь. Вопросы можно задать по телефону 541-2540-541-2525. Субтитры создавал DimaTorzok